Руководство «Автономия» обсудило с редакторами государственных печатных средств массовой информации Гагаузи финансовую устойчивость организаций и их формы работы в связи с вступлением в следующем году в силу закона о разгосударствлении СМИ. Руководитель региональной газеты «Вести Гагаузи» заявила, что сегодня ни одно печатное издание в мире не может функционировать без дотации, а только рекламные печатные средства массовой информации способны покрывать убытки. За счет подписки и рекламы «Вести Гагаузи» на 65% покрывает свои расходы, остальные 35% – это средства государства. Насколько я знаю, уже в годах 3-4 на убытки никогда мы не были в прибыли, никогда, потому что сумма дотации всегда уже который год остается одна и та же, в то же время повышаются наши расходы. Со следующего года у бывших государственных печатных средств массовой информации региона будет возможность работать в рамках социального заказа. Это могут быть тематические статьи культурного и социально значимого направления. Но напрямую, согласно принятого закона, государственные СМИ финансироваться не будут. Я знаю редакции газеты, с аналогичным пиражом, как у вас, работает два человека. Ваша редакция работает намного больше, это ваше право. Но вы должны понимать, я хочу вам дать денег, я не смогу. Я попытаюсь помочь средствам массовой информации ГГУЗИ через социальный заказ. То есть мы будем заказывать у вас какую-то тематику, или будем у вас печатать экспресс-канону. Вот это будем печатать. Мы вам будем платить за эту работу, чтобы поддержать вас. Но чтобы вы не строили иллюзии. Ни одна газета не получит напрямую деньги, живите, радуйтесь своей жизнью. Ни одна. Только на социальный заказ. Поэтому, пожалуйста, вы должны понять, закон изменился. Закон запрещает нам платить деньги государственным средствам массовой информации. Такова политика государства. Мы обязаны подчиняться. В Улканической районной газете «Панорама» финансовая ситуация намного хуже. Есть большие задолженности по заработной плате и различным услугам. Руководитель Чадрунской районной газеты «Знамя» сообщила, что у них нет задолженностей, и они предпримут меры для того, чтобы издание продолжило работу. Продолжение следует...